Атесси – люберецкое предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве профессионального кухонного оборудования. Численность сотрудников – более 300 человек. С коллективом встретился временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Волков. Демонстрационный зал Атесси – место, где начинается любой визит. На площадке представлены образцы продукции, которые выпускает предприятие. Счет изделий идет на десятки. Жарочные шкафы, плиты, печи для пиццы, тепловые столы-фритюрницы, несколько видов грилей, а также картофелечистки, хлеборезки, блинные станции и другие аппараты. Блинные станции – это вот теремок сейчас у нас тестируют наши. Потому что у них французы раньше поставляли вот эти вот ближайшие, да? Мы им сейчас наш блинный аппарат поставили. Директор предприятия Сергей Шатилов рассказывает, что в розницу практически не продают. Работают только с оптовиками. Портфель заказов заполнен на несколько месяцев вперед. Далее – производство. Оно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Резкой и гибкой металла занимаются 4 бригады. Каждая работает по 12 часов. Цикл изготовления заготовок непрерывный. Также Владимиру Волкову показали участок сварки, зачистки, пенозаливки, упаковки и сборочное производство. Любое из изделий собирается обычно в течение двух суток. На встречу с Владимиром Волковым пришел весь коллектив. Услышать, во-первых, наши какие-то пожелания. Сегодня мы его познакомили с нашим предприятием. Для нас большая честь, потому что это практически его первый визит на промышленные объекты Люберецкого городского округа. Владимир Волков проинформировал коллектив о решении в округе социальных вопросов и реализации крупных проектов. Строительство Южно-Латкаринского шоссе, предстоящая реконструкция Дома культуры, капитальный ремонт жилого фонда, школ и детских садов. Нам очень важно, что вы услышали, что области услышали. Мы очень рады тому, что вы вернулись на свою родную землю. Приветствуем вас и поздравляем с началом активной управленческой деятельности. В завершении диалога Владимир Волков отметил, что в ближайшие годы он и люберчане будут работать рука об руку. И попросил не замалчивать вопросы и проблемы, а обращаться к властям округа напрямую. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.